Здравствуйте! Мы продолжаем наш проект мастер-классы выпускника ИФИЯК. Сегодня у нас в гостях пресс-секретарь Федерального Сибирского научно-клинического центра Наталья Погребная. Поговорим об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются начинающие журналисты, работая в сфере здравоохранения. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Коллеги, добрый день! Начать хотелось бы с того, как вы пришли в профессию. Да, я сейчас расскажу о том, как, собственно, я попала в пресс-службу. Мечтала я изначально быть журналистом. Поступала даже два раза. Не с первого раза мне удалось поступить на факультет филологии и журналистики. Но так получилось, что в итоге я заканчивала филологию. Я мечтала работать на телевидении, причем хотела быть ведущей. У меня был кумир, это была Екатерина Пешкова. Нам даже говорили, что мы похожи. Я до сих пор так считаю. Немножко. Вот так я себя видела по ту сторону голубого экрана. Я сижу в пиджаке. Ведущая меня знает весь Красноярск. Новости со мной все ждут. И мне предложили работать редактором-координатором. Мне повезло, у меня была команда журналистов, которые отработали очень долго там. И они, естественно, делились своими какими-то советами. И пусть я не была корреспондентом, но тем не менее я сделала сюжеты в начале. И видела, как устроена работа новостей изнутри. После того, как телеканал закрылся, я, если честно, у меня была такая пауза, я думала, вот куда пойти. То есть я не планировала работать в пресс-службе, правда. То есть мне, я тоже слышала о том, что пресс-служба это такая пенсия журналиста. Ну вот он уже сделал все, что мог в журналистике. И ему вот пришлось пойти в пресс-службу, потому что, ну вот, вроде как работать надо, а больше идти некуда. На самом деле это, конечно, не так. Мне, я бы даже сказала, повезло, потому что искали пресс-секретаря. Достаточно крупное медицинское учреждение. Для этого я с медициной вообще была не связана никак. У нас даже медицинских сюжетов, наверное, было не так много в новостях. И, собственно, там был начальник пресс-центра, который искал себе помощницу. Она должна была проводить крупный международный симпозиум. И у нее уже не хватало времени, чтобы вот какие-то такие медицинские темы, ну, назовем их так, рядовые, кто-то освещал. И меня порекомендовала как раз бывшая коллега Асафонтова туда. Это вот, кстати, к слову, что нужно дружить, общаться и поддерживать отношения. Вот. Я попала, это был уже 2012 год, в Сибирский научно-клинический центр. Это федеральная структура. То есть мы подчиняемся Министерству здравоохранения. Российской Федерации. Вот. А с крови нашими здравоохранения мы просто очень плотно сотрудничаем. Вот. У нас, ну, так, чтобы вы просто понимали масштаб, у нас три поликлиники по городу. Это 40 тысяч человек прикрепленного контингента. Ну, единственное, наверное, о чем стоит сказать, что ФМБА России, это очень такая закрытая структура до недавнего времени была. Потому что она занимается тем, что обслуживает работников, ну, опасных производств. То есть, например, химическая промышленность, космическая, это, как правило, закрытые города. Вот. И, соответственно, любые материалы, которые выходили, они всегда были такими сухими, очень мало информации. И, конечно, журналистам с такими темами было работать непросто. Сейчас ситуация изменилась, все-таки агентство стало более открытым. И, соответственно, мне тоже стало попроще, потому что я вам, как, например, журналистам, вам, будущим журналистам, могу дать больше материала, чтобы сюжет получился интереснее. Потому что я в этом тоже заинтересована, в том, чтобы это было по картинке хорошо и было информативно для зрителя. Тогда давайте все-таки ответим на вопрос, а является ли работа в пресс-службе работой творческой, работой мечты, или это все-таки более серьезная, более рутинная работа? Нужно понимать, что в любой профессии есть рутина. Одно из направлений, это у нас было взаимодействие с МЧС. Мы выезжали из случайной ситуации. То есть вот такие машинки были погружены на самолет. Для меня это было впервые. Я вообще никогда не видела, что такие машины можно загружать куда-то. Естественно, со мной всегда фотоаппарат. Это безусловно, потому что я могу, конечно, к слову и видео снимать. И вот это была, наверное, одна из тех командировок, где у меня были камеры. Ну, камера, и я снимала видео и отдавала его потом на телеканалы. Потому что понятно, что не у всех журналистов была возможность выехать в то место, где мы были. Ну, а моя задача как пресс-секретаря была показать работу нашего мобильного госпиталя. Несмотря на то, что я, конечно, тоже испытывала некий, не скажу так, небольшой стресс. Потому что, ну, вот это амур, который разлился, и, собственно, его граница находится вот там далеко. И вот наши врачи как раз вот с сумками, с вакциной, это работники МЧС России, вот они, собственно, вот так примерно мы добирались. Это были деревни, которые были наполовину под водой. И наша задача была проводить вакцинацию населения. Вот, соответственно, ну, вот, говорю, примерно вот так это выглядело. Нам очень сильно помогало в этом плане местное население. То есть они нам давали своего какого-то сотрудника в помощь. Потому что они знали всех тех жителей деревни, куда мы, допустим, едем. И нам охотнее открывали, там, например, двери. Потому что не каждый еще готов тебя пустить. Особенно учитывая, что у людей случилось горе. И по большому счету они до последнего момента, ну, не хотели покидать свои дома. Потому что все думали, что все будет хорошо, и им не придется никуда переселяться. И вот, собственно, мы работали вот в таких условиях. Это такая большая палатка, которая была развернута в селе. Она находилась на трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. И мы, в том числе, и сотрудников МЧС России прививали местное население. То есть, ну, для понимания, вот, телефонная будка, то есть вода вот до такой степени доходила. А это уже Комсомольск-на-Амуре. То есть, ну, сами понимаете, вот уровень, да. И, к слову, понятно, что о таких материалах я писала достаточно, ну, я не скажу, что сухо. У меня был такой шаблон. То есть, мы выезжали куда-то каждый день. И я, к слову, старалась поехать сюда с своими врачами. Пусть они не всегда меня хотели брать. Ну, там, место лишнее занимаешь. Вот, но это помогало мне эту работу освещать. То есть, соответственно, я весь день, допустим, фотографировала. Вечером я приезжала, врачи отдыхали. Я занималась тем, что я, ну, либо не отдыхали, у нас там мы по смене работали, тем, что отбирала фотографии и начинала про все это писать. То есть, я заканчивала как раз позже всех работ, потому что, ну, так получалось. Наталья, а можете сказать, как журналистам взаимодействовать с работниками медицинской сферы? Как не совершать типичных ошибок? Что касается ошибок. На самом деле, вот, когда я пришла работать в учреждение наше, для меня это было тоже немножко непросто, потому что я про медицину не знала вообще ничего. Ну, из разряда я понимала, что есть поликлиника, есть стационар, есть травматология, хирургия. Ну, основные виды помощи, да, которые люди могут получить. Естественно, когда ты пишешь какой-то материал, он может быть связан хоть с чем, с оборудованием, с внедрением нового метода лечения. Даже если просто бывает, врач вернулся из конференции, он рассказывает это своим языком. И чаще всего это язык такой медицинский. И моя была задача сделать этот язык доступным и для вас, если я пишу пресс-релиз, потому что если вы заинтересуетесь этой темой, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. И, в принципе, для любых пациентов, которые зайдут там на наш сайт, например, и прочитают эту новость. Это было, конечно, непросто, но это научило меня одному. То есть, если они объясняют, и это понятно мне, то, соответственно, это будет понятно и вам. Ну, то есть, я сужу не как медик. Вот они мне говорят, я говорю, скажите, пожалуйста, по-другому, ну, вот не каким-нибудь словом, там, эксплуатация, скажите проще. И, соответственно, они уже как-то пытались подбирать слова, и я, соответственно, выдавала материал, который, ну, был бы более простым. Вот. Какой совет, конечно, могу дать тем, кто едет на медицинскую тему, всегда старайтесь посмотреть, даже если у вас есть пять минут учреждения, куда вы едете. Но я очень часто сталкивалась с тем, что ко мне приезжали и просто не понимали вообще, куда они приехали. Ну, может быть, это связано с тем, что наша структура не так, конечно, знает. Все знают, что есть кровавая больница, онкодиспансер, да, перинатальный центр. Мы на то время, может быть, были не настолько известны, да, хотя мы тоже государственное там учреждение, пусть и федеральное, да. И, соответственно, бывает, что приезжают люди, вот, полный непонимание в глазах, куда они приехали. А если эта тема еще какая-то сложная, ну, вот тут, наверное, я сейчас могу немножко пролистать вниз, это уже, наверное, не так актуально. Вот, например, ядерная медицина, да. То есть мы в 2011 году, как раз, когда я пришла работать, это был первый проект за Уралом, то есть до этого у нас не было объектов ядерной медицины. Мало того, что население не понимало, что такое ядерная медицина, я очень плохо себе это представляла, и журналисты тоже очень плохо себе представляли, что это такое. Вот, мы с самого начала, я с самого начала его отслеживала, это вот, грубо говоря, он еще на стадии строительства, да, находится. И когда мы вот во время проверок официальных, да, то есть эта стройка, которая курировалась и губернатором, ну, в тот момент это был Лев Владимирович Кузнецов. И, соответственно, с регулярной, ну, вот, не знаю, раз там в месяц точно приезжали люди с проверкой, и приезжали, естественно, журналисты. Когда рассказывали журналисты про технологию, конечно, было очень много ляпов, откровенно говоря, и врачи по этому поводу сильно расстраиваются, потому что они хотят услышать одно, а журналист, возможно, ну, может быть, не разобрался в теме, не переспросил лишний раз, или посчитал, что он и так это знает, и получалось немножко совсем по-другому. И, наверное, только спустя полтора года, уже когда, ну, стало понятно, что это за центр, мы стали получать сюжеты, ну, лично, вот я как пресс-секретарь, которые были действительно грамотные. На этом моменте мы можем перейти к вопросам из зала. Здравствуйте, меня зовут Виктория. У меня вот такой вопрос, большой ли штат ваш в пресс-службе, и чем вы занимаетесь еще, помимо того, как выезжаете вот на Дальний Восток, там, или куда-то, и освещаете события там? Штат у нас не очень большой, я очень тесно взаимодействую, у нас есть такой общий отдел, это отдел, который занимается организацией мероприятий, там, это планировки, праздники, там, и так далее. Вот, у меня есть в подчинении фотограф, и есть еще один человек, ну, специалист общего дела, она занимается у нас дизайном, там, сайтом, дизайном рекламной продукции и так далее. То есть, по большому счету, мои обязанности, конечно, не шире, чем вот ваше представление обязанности обычного пресс-секретаря. Так как пресс-секретарь – это человек, который всегда работает с руководителем, соответственно, очень много поручений я выполняю по линии руководства. В том числе, я слежу и за имиджем генерального директора, да, допустим, он выступает, дает какое-то интервью, я, естественно, готовлю ему эти вопросы, чтобы он заранее знал, потому что понятно, что генеральный директор – это такое же лицо организации, это причем первое лицо организации, и за его имиджем точно так же важно следить, как и за имиджем лечебного учреждения. Вот, поэтому тут, знаете, как попадете куда, то есть, если вы, как правило, если, допустим, вы даже приходите, и вы один, у вас всегда есть возможность эту пресс-службу организовать, потому что сейчас почти любое лечебное учреждение имеет пресс-секретаря, то есть, руководители больниц пришли к этому пониманию, и у любого учреждения есть сайт, за которым нужно следить, я уже не говорю про социальные сети, куда сейчас, естественно, все стараются выходить, потому что группа, если ты имеешь группу в социальной сети, это, наверное, сейчас даже неправильно. То есть, любое лечебное учреждение старается эту группу там иметь. Ну, другой вопрос, там ведет он ее, не ведет, ну, по крайней мере, она есть. Вот, поэтому здесь все тоже зависит только от вас. Но, вот, например, кровя больницу, у них там тоже достаточно интересно, у них есть санавиация, там тоже пресс-секретарь летает, да, то есть, у них очень много тем, они проводят очень много уникальных операций, поэтому в любой сфере, куда бы вы ни пришли, ну, если это мы берем пресс-секретаря, всегда можно найти тоже интересные направления. То есть, у нас, например, есть спортивная медицина, и плюс то, что у нас будет универсиада, мы, конечно, здесь тоже находимся в таких передовиках. У нас все эти спортсмены, которые входят в состав сборной России, они у нас обслуживаются. То есть, мы та структура, которая выдает им допуск на соревнования. То есть, наши врачи проводят там глубинное медицинское обследование, и если все хорошо, то они, соответственно, имеют право выступать. То есть, точно так же мы проводим операции, лечим там любые заболевания, вот, чтобы они у нас были в порядке. И плюс еще к универсиаде у нас поступило большое количество оборудования, мы будем участвовать в медицинском сопровождении. Есть ли еще какие-то вопросы? Здравствуйте, меня зовут Катя. Я бы хотела задать вопрос, который больше касается технологии. Существуют ли какие-то правила при написании пресс-релиза, которые нужно соблюдать? Или, может быть, вы посоветуете, как его строить? Вы знаете, Катерина, мне вот кажется, что как раз вот правило, как строить пресс-релиз, у вас вот эта теория должна быть порядочна. Потому что пресс-релиз строится весьма стандартно. Есть первый абзац, который называется лид, в котором мы всю информацию выдаем, которая… Ну, такая выжимка со всего материала, который будет идти ниже. Ну, это, как правило, два-три предложения, да. Потом идет основная информация, и, в принципе, я ее сюда выстрелила в голове, как и сюжет, который должен отвечать на вопросы, что, где, когда, зачем и почему. Вот, соответственно, идет какая… И, конечно же, он должен быть по возможности разбавлен комментариями. Один, а лучше два. Конечно, не подряд. Где-то… Один должен быть обязательно где-то ближе к началу, а второй можно сделать ближе ко второй части. Потому что комментарий он всегда оживляет, вот, и, кстати, к разговору об этом, я всегда все свои материалы сверяю с врачами. Всегда. Потому что, несмотря на то, что я… Бывают какие-то вещи, я знаю, что я, может быть, их уже знаю, но если я вдруг что-то скажу неверное, или, может быть, его какие-то слова преподнесу не так, это будет, ну, не совсем корректно. А более того, если я выдам это на сайт, оттуда возьмут, допустим, это новости куда-то, и, соответственно, я скажу в ситуации, когда я уже буду не как профессионал. А какие еще советы вы можете дать начинающим журналистам? Именно по работе с пресс-службами. Это всегда определенные взаимоотношения. Готовиться к съемкам – это однозначно. То есть, если какая-то тема, постарайтесь почитать заранее. Это правда, это вам облегчит работу в половину однозначно. Вы уже приедете, вы уже будете знать примерно, о чем будет идти речь. Вы сможете задать врачу какие-то вопросы более интересные, чем, допустим, зададут их ваши коллеги. И это, соответственно, поможет сюжет сделать интереснее. Я лично всегда стараюсь еще подготовить, если все-таки поедете в пресс-службу, готовьте всегда картинку заранее. Потому что телевидение, прежде всего, картинка. То есть я представляю, как должен строиться сюжет. Вот тут они снимут вот эту часть, вот тут снимут вот эту. Я понимаю, что вот тут не хватает. Найдите дополнительный кабинет, который могут подснять. Найдите еще одного специалиста, который может что-то рассказать. То есть постарайтесь дать максимально такой живой, хорошей картинке журналисту, соответственно, и журналист будет доволен, потому что привезет хороший материал. Вы будете довольны, потому что, ну, вы сами понимаете, что он с этого сделает что-то хорошее. Наталья, спасибо вам большое за такой подробный рассказ, за такой мастер-класс о работе при службе медицинского учреждения. А я напоминаю, это была программа мастер-класс выпускника ИФИЯК. В гостях у нас была Наталья Погребная, пресс-секретарь Федерального Сибирского научно-клинического центра. До новых встреч!